Ну а мы переходим уже к нашей теме. У нас сегодня в гостях профессорического университета имени Страды, Нилга Крейтуса. Здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим о политике традиционно. Сегодня начат второй раунд переговоров. Вот сложилась довольно интересная ситуация. Подключайтесь к нам, уважаемые радиослушатели, 672-12-939 и 672-13-939. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Итак, вот сложилась довольно интересная ситуация. Даже вот многие эксперты говорят о том, что на президента давят, на президента шантажируют таким образом, пабриксом я имею в виду. Вот ваша оценка этого сложившегося? Я бы, ну я не думаю, что шантажируют, но я думаю, это возвратный ход. Вот Солове Табута не венут, ибо которые они сыграли, потому что мне нравилось, как президент в первом туре, отказав всем троим, предложил вместо премьера председателю партии, который держит правительство, Солове Табута не стать премьером. И тут мог бы произойти такой момент, как в Германии, когда председатель партии Меркел, вот видите, она создала так называемую черно-красную коалицию сейчас, да, и проявила себя, как что она не только председатель партии, но она может взять власть, держать власть уже сколько лет. И я думаю, это был такой тонкий ход со стороны президента, хотя я думаю, что он понимал, что никогда его предложения не примут, и оправдание Солове Табута не насчет того, почему она не принимает, не выдерживает никакой критики. Дети у нее уже давно, и время занято в парламенте так же, как, ну я просто знаю, что это значит, так что эти оправдания просто были такими белыми нитками шиты. И сейчас, я думаю, идет обратный ход, потому что Пабрикса ведь один раз президент сказал нет, да, и опять, да, ну тогда вот как будто, ну была тройка, сейчас единица, ну какая разница, если смотреть по оценке с одного до десяти баллов, то это оба не успевающие оценки в школе, между прочим, и тройка, и единица. Ну посмотрим, как президент будет поступать, и это сейчас вот соотношение сил, поскольку, поскольку уже в телевидении были такие интервью, где юристы объясняли права и обязанности президента, что он может, что не может, и напомнили то, что президента могут и отозвать с поста в политическом кризисе. Уже и начали, сколько голосов надо, и как поступать, и так далее. Я думаю, что такая передача сделанная тоже была, ну таким, как сказать, тонким намеком с палкой, да, что, мол, мы тебя тоже можем, и только ты нас проверять можешь. Так что ситуации на сегодняшний день не очень интересно, ну и посмотрим, кто возьмет верх. А вот начал консультации президент, вот раньше мы смотрели, кто вы там, как стоит, маузолея рядом с кем, кто там идет за гробом первым, да? А вот сейчас вот то, что президент первым встречается с представителями Центра Согласия, потом Единство, потом это какое-то имеет значение? Да, вы, ну знаете, да, раньше ведь определяли, кто первый стоит или несет гроб, тот будет следующим генерал-секретарем, да, особенно, мы помним, 82-83 год, когда все это гадали, как в покере, да? Ага, опять этот стал, но он же больной, нет, все равно он будет. Сейчас, я думаю, президент вышел из ситуации, придерживаясь принципам европейской демократии. Первый играет тот, у кого больше всего, Центр Согласия это больше всего, да, это независимо, они войдут, правительство не войдут, то есть он должен слушать тех, у кого первая рука, ну в Германии тоже этот пример, да, если так смотреть, и поэтому было так распределено. Но тут есть один такой, как сказать, карта в рукаве, или как? Туз. Туз, да, это 10 депутатов, у которых нет фракции, 10 голосов, это 10%, это очень большое количество, и я немножко удивляюсь, что они не создали группу, ну вот как тут комиссия, общественная комиссия по золотуде, так они вот эти 10 депутатов могли тоже создать, они не могут создать фракции, это не разрешается порядком парламентским сейчас. Но что они могли как-то найти общий язык и себя представить как силу, определенную силу, это 10 голосов, это очень много на сегодняшний день, если смотреть, что у националов, у реформистов осталось по 13, да, там. А им не запрещено это никаким рекламентом? Нет, они могут группу создать, ну как общественную, но нам же не запрещается депутат, может быть, в общественной организации создавать, хоть и в виде демократический центр, ведь тоже сейчас еще не партия, но борданца уже исключили, прогнали, да, так что в общественной организации или не могут согласовать между собой, хотя, что, они основном из бывшей партии реформ в этой группе входят. Ну, не знаю, мне что-то не верится, что они вот так будут тихо сидеть в стороне, но они, наверное, ждут момента, когда не хватит немножко, и тогда они окажутся вот той силой, которая могут определить дальнейшее движение. Госпожа Крейтус, а почему, вот как вам кажется, почему именно вот кандидатура Пабрикса вот так на ней, так скажем, так сконцентрирована? Ведь, в принципе, его же планировали, так сказать, в Европу, да, вот он уже сам туда собрался, по идее, его уговорили или как? Я думаю, что вот вы немножко спутали две вещи. Собирался и хотят пустить. Одно дело, что я хочу, а другое дело, что партия хочет. И что председатель партии хочет. Насколько я знаю, господин Пабрикс в Европу собирался и хочет в Европу, но не европейский человек у него, ведь он же политолог по образованию, он и в Дании учился, да, у него жена не местная, как сказать, тоже европейский человек, который все это, он имеет свою практику чисто в этих международных отношениях. И я думаю, что он просто хотел выйти в более шире пространство большое, да, в более глубокие воды. Но если посмотрите на Вену Атыбу, если Домбровский идет в Европу, Аббултиня идет в Европу, а кто остается? В лавке. Да, кто остается таким, у которого положительный рейтинг? Кто? Никто, почти. Кто будет ввести список на 12-й САИМ, да? Ведь выборы в Европарламент раньше, чем парламентские. Если изберут, ну, Домбровского, если он будет в списке, изберут, но об этом он же сейчас мученик и хороший человек сразу. Все забыли, да? У нас в народе нравится, когда кого-то бьют, мы сразу его любим. А пока его не бьют или он сильнее других, то мы его не любим, мы критикуем, да? А кто остается? И господин Пабрикс еще при том, ну, он и знающий, и хорошо смотрится. И поэтому, ну, ему сейчас надо понять одно дело. Если он станет премьером, хотя я очень сомневаюсь, это в руках президента в большой степени, то он в Европу не попадет. То ему откладывается это. Сможет ли он привести Венуа Тейбу в 12-й Саэм как партию победившую, которая создает правительство, я очень сомневаюсь. И тут у Пабрикса вот такая очень большая дилемма, да? Хотя, если ты член партии, ты не можешь поступать, как тебе хочется. Партия отчасти, как бы нам ни казалось, что это у нас в Латвии очень демократично, и там свобода слова, всего. У него все-таки есть партийная дисциплина, от которой никуда не убежишь еще. Ну, это, в принципе, логично и нормально, но верно, да? Да, да, так должно быть. Тем более в такой партии, как Вену, типа там разношелся. А возможно, они хотят пускать уже сидящие евродепутаты, которые сами хотят остаться на второй срок? Ну, знаете, у них тоже это очень опасно, если список будет в главе списка уже не калнеты, как было объявлено, а Домбровский сейчас первый номер, второй номер Пабрикс, то остальные могут уже сидеть и просто думать, а может повезет. Там уже нет вопроса, что изберут то, что если эти два человека будут в списке, то, конечно, они пойдут в Европарламент. И так должно было бы быть, поскольку они более готовы из всего этого списка, потому что мне кажется, что депутаты, которые от Вены, вот ибо сидят в Европе, они уже немножко засидели. Вот, вы нашли правильное слово. И им кажется, что если они борются, чтобы оккупация прозвучала в Европе, то это основная проблема для Латвии. Об этом тоже надо говорить, но это не основная проблема, у нас есть гораздо больше и глубже проблем, и что они тоже оторвались немножко от реальной жизни, жизни в Латвии, которая происходит. Хотя госпожа Кална, это, как вы видите, она же была на переговоре с президентом, как человек, который, она все-таки хочет свои права защитить, и я думаю, что этот первый номер у них сейчас такой, очень актуальный в списке. А вот что лучше для самого единства, чтобы Пабрикс уехал в Европу, или чтобы он здесь, вот так сказать, двигал партию? Конечно, чтобы здесь остался. Он положительное лицо партии, да. То есть у него все-таки положительный имидж, да? Да, но он же в обществе хорошо смотрится, он и смотрится хорошо, и в своем отношении он же один из тех министров, мы можем его поддержать или нет, который борется за свою отрасль, да? Он требует свои 2%, он общается с НАТО, маневры тут у нас происходят и так далее. Мне, может быть, не нравится, что 2% отдавать, но он делает свое дело довольно профессионально. И людям, ну, армии мы же тоже любим в Латвии, да? Ну, как мы заметили, скажем, у русскоязычной части, скажем, латвийского общества, он не вызывает особых положительных эмоций, но именно в связи со своей риторикой последнего года, когда он именно вот очень много говорит о том, об угрозе со стороны России и так далее. Да, но вы поймите, Венуа-Тиба же должна найти какой-то свой облик, да? И я думаю, это отчасти осталось от Пилсониско-Савене, от Гражданского Союза, этот национальный момент. И господин Пабликс, он хорошо носом чует, что надо говорить, он довольно хороший конъюнктерист, но он знает на сегодняшний день, и русский избиратель не его избиратель, как бы ни казалось, что они говорили Венуа-Тиба, да, все будем едины, да? Это не его избиратель, и он так смотрит, куда кого можно заполучить, и, может быть, можно такой риторикой, хотя его поступки отнюдь не такие, как риторика, да, но мы больше слышим слова, что можно отчасти что-то заполучить от национального блока, который много говорит, но мало делает, да? Так что, я думаю, это тоже хорошо продуманный политический шаг, и он отнюдь не ярый националист, и он не тот, который будет оккупантов сажать в вагоны и увозить обратно. Нет, он как раз-таки был всегда очень умеренный и очень даже такой... Да, но иногда, знаю, поймите, в политике, чтобы создать свой образ, чтобы чем-то отличиться от других, ну, чем отличиться? Ну, вот высказался в сторону националов, да, а потом в переговорах с верхушкой НАТО это все уже отошло, как местные такие разговоры, которые не имеют значения уже в профессиональной работе. Вы считаете, что у него авторитет высокий в обществе, да, все-таки? Ну, по сравнению, по сравнению, да, если смотреть на кого, так, то по сравнению, да. А по сравнению с Соловитой Абултыни? У него, конечно, более положительный, более положительный облик, и более он хорошо... То есть общество не восприняло бы Соловиту Абултыни на посту премьера? Ну, общество мало спрашивает, кто... Нет, ну, я понимаю, да, конечно, что это не... Одно было бы, ну, покажи, что ты можешь, в конце концов, ты являешься лидером или нет, поскольку ты участвуешь во всех переговорах, когда создается правительство. И первое, она же... Иногда мне было такое чувство, что она Домровского чуть не за руку ведет к президенту, да, и на всех этих переговорах покажи. Второй момент. У тебя есть возможность первый раз в Латвии женщиной стать во главе правительства. Это, между прочим, тоже фактор, который, ну, мог бы повлиять. Ну, если бы для Вити Прейберг был такой момент, она бы выбрала, она храбрый человек. И второй момент был, что люди, наверное, в первый момент были бы очень, ну, критично относились к этому, учитывая стиль ее работы, учитывая ее высказывания, и довольно такое, ну, иногда, кажется, надменное отношение к другим и к другим политическим силам, поскольку все-таки вы говорили, что националы в газете пишут, что правительство не клуб... Да, поинтересовавшись, не клуб друзей. Не клуб друзей. Да, но я бы хотела сказать, что это не ринг в рестлинга тоже, что надо как-то держать... Какие-то компромиссы еще. Компромиссы должны быть, и должно быть чисто человеческое между собой отношение, да, не могут прийти как враги, сесть друг на друга, смотреть и думать, кто кого и за что, да. Так что тут тоже удалось бы ей это сдержать. Ну, это можно было бы посмотреть. Мне интересно было, почему президент так сделал, но я понимаю его отчасти. Вы имеете в виду, почему он соло тяблок не предложил? Да, не спрашивая ни у кого, он такой... Вообще президент в последнее время проявляет инициативу, по моему мнению, хорошую, да, и настет выступление в Золе Туды, что его речь была, по-моему, самой лучшей, которые вообще говорили про Золе Туды, то он нашел те слова, хотя я думаю, что это было лучшее. Которые хотели люди услышать в этот момент. Да, я думаю, что это было лучшее выступление президента вообще, публичное, к которому он обращался, да. И сейчас его поступки... Мне нравится, как он поступает, потому что он идет своей дорогой. Но единственное, там есть некоторые нюансы, когда он начинает говорить о том, что он будет отзывать неприятного кандидата. Это ему никто права так и не дает. Вот, и я думаю, там немножко его консультанты по юридической части не то поняли из Сатверсме, потому что есть люди, которые хорошо разбираются в Сатверсме, ведь это плепсы. И второй парень, который пишет про Сатверсме, они очень разбирают и понимают, что можно, что нельзя. Президенту власть большая, но... Мы продолжим. Через несколько минут у нас в гостях сегодня Илга Крейтуса, профессорического университета имени Страдания. Говорим о последних политических событиях. Подключайтесь к нам, пожалуйста, 672-12-939 и 672-13-939. Сегодня у нас в гостях профессорического университета имени Страдания Илга Крейтуса. Давайте начнем со звонка. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Ламбрия, здравствуйте. Здравствуйте, Ламбрия. Я позволю себе критическое замечание редакции «Волтком» «Вполне жизнеспособной и энергичной». Насчет слишком частого, по моему мнению, приглашения вот этой дамы, которая в свое время приложила руку в семейном бизнесе в области парламента, с той политикой, которая сейчас превалирует и в парламенте, и в реальной жизни Латвии. Да, спасибо вам большое. Звонок, конечно. Ну, я, во-первых, не соглашусь с тем, что мы слишком часто приглашаем госпожу Крейтуса. Мне кажется, что достаточно редко. Ну, а что касается ваших замечаний, тут, знаете, такая дискуссия совершенно не по теме нашей сегодня. Но если вы хотите, вы можете... Нет, нет, я просто хотела бы сказать, что парламент избирается народом. Как я всегда говорила, никого там на работу не принимают, потому что ты с кем-то знаком. И каждый парламент создает свою политику, которая поддерживает народ или отрицает. Так что я бы была довольна, если я могла бы гордиться, если я бы создала целую политику парламента. Но, увы, это не в моих силах и не в моей возможности. Госпожа Крейтуса, вот есть и другие призывы, скажем, в адрес единства. Вот, в частности, мы знаем об открытом письме Ильи Герчикова президенту, о том, что единство вообще должно уйти со всех постов, не только премьер-министр, но и все остальные, взяв на себя такую, ну, коллективную политическую ответственность. Вы как к этому относитесь? Знаете, это мы можем призывать, но партия сама решает, и это решают те люди, которые стоят за партией. Отчасти единство взяло ответственность в лице Валдиса Домровского, да, который ушел в отставку, несмотря на то, что потом все его начали жалеть. Я думаю, что он в первый момент и сам принял это решение чисто эмоционально. Но это есть ответственность, только поняли ли мы то, что это ответственность? Поняла ли партия сама, что это политическая ответственность, которая должна была быть? Но если смотреть на сегодняшний парламент, если Вену от Иба уходит, то кто создает правительство, кто будет продолжать этот путь, который начат? И я думаю, что введение евро – это все-таки политика Вену от Иби, да. И полная ответственность, что сделала эта партия, как правящая партия, что она должна ответить народу на 12-й Сайм, это будет вопрос, что мы увидим в магазинах и в своих кочельках после 1-го января. Будет ли так, как нам обещали, что все будет хорошо, чуть-чуть, немножко только, вы что-то пострадаете, или мы увидим, что все-таки ситуация гораздо сложнее. Можно призывать уйти, можно призывать взять политическую ответственность, но политическую ответственность можно воплотить только в одном способе в Латвии – это во время выборов. То есть вы считаете, что не следовало бы партии отказываться от всех постов и так далее, и даже выдвигать кандидатов в премьер и опять так же бойко? – Ну, видите, я не вижу сегодня в парламенте другую политическую силу, которая может создать правительство. – А Союз Зеленых и Крестьян нет? – Ну, их слишком мало, и опять возникнет вопрос, кто из них пойдет. Они тоже назвали трех людей, которые могут. Могут ли они создать правительство такое, которое поддержало бы большинство, да? Тут остается вопрос 10-ти, если Вена уходит, тогда посчитаем, что остается, чтобы создать. Там 51-го не получается. А сказать так, что Вена вот его ушла, но поддержало правительство, это, знаете, это скрытая коалиция, это тоже не играет. Если хочешь работать нормально, должны быть все члены коалиции в количестве 51-го человека, да? А по-другому, если партия реформа бы не распалась, да, и от нее не ушло бы большинство, которые были избраны, можно было бы говорить. А сейчас держаться тогда на эту десятку, которая не является партией, это тоже очень рискованно и очень скользкий путь. – А центр согласия вы не видите в правительстве никак? – На сегодняшний день в этой ситуации до 12-го сайма я не вижу, поскольку мы знаем, ну, националисты, само собой, мы знаем постановку Соловита Аболтани, которую она сказала насчет Венотива, после того, как бывший гражданский союз высказал свои противоречия, на сегодняшний день я такой ситуации не вижу. – То есть их просто не поддержат? – Их не поддержат, и никакой… То есть нельзя создать сильную коалицию опять, если центр согласия пригласить как правящую, как руководящую партию. – А вот еще были разговоры о том, что такое широкое правительство создать, то есть представлены все партии, чтобы были, и вот пусть они проработают до выборов и покажут себя. Вот такой вариант. – Это невозможно. Это вопрос, который мы уже давно-давно говорим насчет избирательной и правящей системы в Латвии. В парламентской республике этого невозможно. Это значит, что должны как будто все голосовать за все. А это тут… ну, как сопоставить, да, это вообще, чтобы тогда с какой политической борьбой выходят на выборы, если вы все были в правительстве, все все делали вместе, так почему вы не делаете единый список, как было в список компартии, да, за которого все голосуют, да. – Это невозможно. – Это невозможно. Такое правительство, можно быть, было бы создано, если у нас была так называемая полупрезидентская республика, это когда президент, о котором мы много говорили, и почему-то не поддерживает это, потому что это невыгодно партиям, да. Когда президент избирает народ, президент называет премьера, премьера утверждает парламент, и потом президент вместе с премьером составляют правительство. И тогда они уже могут пригласить, да, потому что тогда уже не надо поддержку парламента, вот они отвечают за это. Ну, единственное, тогда надо создать такое правительство, чтобы парламент не сделал импичмент президенту и премьеру одновременно. – Илга Крейтусу на студии. Звонок, пожалуйста. Слушаем вас. – Да, доброе утро, Лобрий. – Да, доброе утро. – Да. Мне чуть-чуть непонятно, что это такое политическая ответственность. Это просто уйти с поста или реально брать на себя какую-то ответственность. И если это брать и уходить от поста, как можно, ну, насколько это этично, потом такого человека выдвигать на более высокий пост, то есть Европарламент. Может, политическая ответственность – это уйти в ретрит какой-то, да, и вообще не заниматься политикой. Если ты берешь ответственность за страну, где вот исходя из последних событий погибло там люди, значит, ты ответственный. Ну, косвенно, не косвенно, да. Ну, вот такой вопрос. Спасибо. – Мы когда-то в Пятом Сайме, когда принимался закон о кабинете министров, и было записано, что министр отвечает только политически за себя, мы иногда смеялись, что что такое политическая ответственность, это полная безответственность. Ты ни за что не отвечаешь, тебя не могут наказать, тебя там не могут судить или так далее, да, за то, что под твоим руководством, вот, например, министр экономики, который отвечает за строительство, да, вот там дом рухнул, люди погибли, у него нет никакой ответственности. Да, политическая ответственность – это отчасти вопрос совести, отчасти вопрос самой партии, насколько она хочет держаться у власти, но единственный путь, как можно наказать человека, это во время выборов, голосуя его или не голосуя за этого человека, и за эту партию. Вот такая ситуация в Латвии. А могут ли его? Нигде не указано, что премьера, который ушел в отставку, нельзя назвать второй раз. Мы помним, Андрес Штейл три раза был назван премьер-министром, да, и тогда этот вопрос не возникал. Один раз он сам ушел, другой раз его ушли, да, так что тут нет никаких таких… А вы думаете, могут назвать сейчас второй раз, да, Валдеса Домбровски? Ну, если он мужчина, как сказать, стойкий такой, то не могут, поскольку он сказал, что он не пойдет. Ну, я не думаю, что он, как Иван Грозный, уедет в Новгород, да, и потом народ будет приходить, молить, чтобы он вернулся на пост царя. Я думаю, у нас не будет таких демонстраций. Да, что у нас… Я как-то не представляю в Латвии. И я не думаю, что наша страна такая бедная, да, что у нас нет других премьеров. И я не думаю, что надо смотреть на бывшие премьеры. Там вот вы называли Красц Гунтерс, который в Латвии не работал долгое время, и премьером был и так далее. Это не я назвал, а читателя Латвии Асанжа. Ну, да, это вы сказали. Это Балкса, кстати, тоже называли. Ну, я Балкс тоже сказал, нет, надо людям же смотреть. Но я думаю, ведь мы не такие бедные, что у нас получается так, что если нет Домбровского, то нет правительства, да. Ну, нельзя страна быть так неуверенна в своих людях. Да, но с другой стороны, у нас, получается, теперь все уперлось в Пабрикса, и все. И вот Пабрикса больше не… Ну, это тоже так, нет. Но я думаю, что почему не посмотреть в сторону экономистов, да, которые выступают, говорят, у нас есть и клуб «Латвия-2010», да, где выступают своими, да, предложениями. Вы имеете в виду беспартийный пример? Да, они же все связаны с партиями, да. А то, что у нас Штейл тоже был беспартийный пример, между прочим, когда его первый раз назвали в такой ситуации, когда нельзя было из партии никого нашли, да, ну, потом сами за это заплатили, да, конечно. Это другой вопрос. У нас ведь беспартийный… У националов же вообще не было партийных министров. Они все беспартийные, да. А сейчас, посмотрите, насколько я знаю, у нас министры внутренних дел и министры иностранных дел тоже беспартийные. Так что это правительство этим очень не выделяется. Никогда не было такой ситуации, что чуть не половина из министров беспартийные министры. Партия говорит, мы будем за него отвечать. А как ты можешь отвечать за человека, который не является даже членом твоей партии, да, даже на выборах партию как-то… Ну, не будешь же наказывать за министра, который не является членом партии. И поддерживает она, не поддерживает, это еще вопрос возникает, да. Также министр сообщения, помните, был Альф Лунис, который вообще непонятно, кто поддержал. И сейчас министр тоже, ну, он же пришел из чиновников, если так сказать, стал министром. Так что у нас в Латвии эта практика сейчас довольно широко распространена, и что мог бы быть министр, премьер-министр со стороны, как будто, да, но тогда партия, какая-то должна партия взять ответственность. Это сейчас в руках вина. А вот это странное предложение господина Шлессерса, чтобы сам президент Бреженщ подклавил до выборов правительства. Нет, это невозможно по-сотверсме. У нас не разрешается это. Знаете, мне Шлессерсу иногда хотелось бы сказать, читать больше надо, и думать о том, что говоришь. Не то, что ты хочешь, да, а то, что есть в реальности. Не надо людям, ну, говорить такое, да, многие бы, да, Бреженщ, но невозможно. Это как бы не хотелось кому-то, да, и, может быть, самому президенту, может быть, бы хотелось, да, но это невозможно. Это сотверсм не разрешает Конституция в Латвии. Ну, может, он имел в виду еще, что просто правительство будет работать вот с приставкой ИО, а под присмотром, так сказать, президента? Нет, это тоже. У президента есть одна возможность. Он имеет так называемые законодательные права. И он может выдвинуть требование уйти в отставку кому-то из министров, уйти в отставку премьеру, но при продержке парламента. Он не может никого отпустить и сказать, ты будешь работать, а вот вы не будете работать. Нет, такого права в парламентскую республику президента нет, как бы нам тоже опять не хотелось. То есть у нас известный факт в истории, когда у нас один человек был одновременно президент министров и президент государства, это, значит, как бы незаконно было. Ну, вы знаете, у нас ведь в школе мы задаем такой вопрос и спрашиваем, назовите президентов Латвии избранных в соответствии с Атверсмой. И тогда один президент из этого списка выходит. У нас там интересный такой каламбур. Премьер-министр Карл Сулманис подписал указ о том, что Карл Сулманис становится президентом. А потом президент Карл Сулманис подписал указ, что премьер-министр Карл Сулманис уходит в отставку. Вот это у нас в Латвии так получается. Немножко по-другому, чем в мире бывает. Так, 672-12-939, 672-13-939. Илга Крейтус, у нас в студии есть звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вот вопрос к госпожи Крейтусе. Скажите, ну не кажется ли вам, что назначение господина Пабрикса приведет к углублению раскола в обществе? Потому что для русскоязычной аудитории господин Пабрикс договорился в последнее время до нерукопожатности. Ну вот мы говорили об этом в первой части. Да, да, да. Вот вы слышите. Да, да. Но знаете, одна риторика, когда ты министр обороны и работаешь с НАТО, другая риторика, я думаю, господин Пабрикс очень умный человек, другая риторика, когда ты становишься во главе правительства. Мы не раз слышали, когда люди бывают очень экстремальны, а когда он поступает на пост и понимает значение своего поста, понимает свое значение в обществе, риторика может измениться, и поступки могут измениться. Но я говорю, я еще сомневаюсь, назовут ли его премьером. Не слишком ли рано мы начинаем уже рассуждать, что будет. Да, раздавать стулья. Да, да. Хорошо. Вот как вы оцениваете, скажем, политические амбиции национального объединения? Вот съезд прошел в субботу, и там было очень громко заявлено, что в следующем сейме мы станем правящей силой и так далее и тому подобное. Ну, знаете, в латвийской есть такая поговорка, кто поднимет хвост у собаки, если не она сама, да, и тогда отвечает, какая нормальная собака пустит кого-нибудь к своему хвосту, да. Тут мне тоже кажется, что это было больше риторикой, да, это для поднятия духа. Ну, я видела начало съезда, этот, ну, не ансамбль, я не знаю, эти военные барабаны, да, которые напоминают немножко, вот, в 12 век, не в Латвии, в Латвии с барабанами в бой не шли, но сейчас вот это все поднятие духа, поскольку партия должна сейчас понять, что они очень проиграли на то, что они отставили Борданса, призвали его, отставку его, и у них надо чем-то прикрыть ту пустоту, которая у них в программе, у них нет экономических постановок никаких, да, то, что опять министр культуры не член партии, да, то есть нет своего, или до того доссорились, что уже не могут кого-то бояться, кого-то выдвигать, чтобы не стал лидером, я не знаю почему, но все время это показывает, что партия не в порядке тем пониманием, как брать власть и как ее удержать, ведь одно дело власть взять, другое дело власть удержать и не потерять популярность, да, и партия вот этими лозунгами, призывами, немножко играет на публику, да, сейчас вот по отношению к Риге, всему этому, а то, что их премьер никогда не, если они не поменяют свою риторику, что их представитель никогда не станет премьером, я думаю, это уже мы можем смотреть в Европу, что эти радикалы нигде, ни в одной стране не держатся премьерами, и вообще Европа не допускает такой возможности. Ну, он же уйдет в Европу, ну, какой же он национал, знаете, если посмотреть на его экономическую деятельность, на то, что он делает в Европарламенте, ну, какой он национал, то есть он был последний, последний баррикада Тайвзен и Бриви, и рационально думающие части, да, и он же там, разве он сидит во главе, разве он выступает, разве он идет... Но его не видно особо. Его не видно, он работает в своей сфере, где он ушел, он себя хорошо там чувствует, он опять будет первым в списке у националов, и я думаю, И опять будет в Европе, соответственно. И он, что одно место они получат на выборы в Европарламент, и Зилу едет обратно, сейчас уже со спокойной душой, что ему не надо быть, он же был лидером ТБ ЛНК, этой партии, а сейчас единая партия, он понимает, что их лидером он не может стать, потому что он, если лидер националистов, то ему в Европе придется иногда туго объясняться, что вот приняла двоя партии, какие решения, какие выступления, и он отойдет потихоньку в сторону, проработает еще пять лет, и тогда уже смотри, можно мемуар писать. Еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. У вас интересная беседа, интересный гость сегодня. Мне вопрос такой, как вы оцениваете, что вместе с Лессером показался с пьяной, с травмой, и, по-моему, еще кто-то там был из бывшей Тайлзии. Спасибо. Да, это просто, мне было смешно, вообще интересно смотреть на людей, там и Иоанн Искруминч появился, помните, был у вас коллега такой, журналист, да, из Латвии, из Цельш, да, там и некоторые лица, это просто показывает, что люди не могут найти себе место, если они не в правящих кругах, если у тебя нет, если ты не в парламенте или не в правительстве, значит, тебя нет в обществе, ты ищешь, куда пойти, и это указывает еще раз на одну вещь, как бы, какая бы ни была строгая риторика во время пробивания в какой-то партии, если надо найти теплое место, поменяем риторику, поменяем идеологию, лишь бы было, где прислониться, в надежде, что Слессерс, как бульдозер, опять из нуля, продвинет 10%, и может быть, но тут наступает этот момент, избиратель, помни историю, помни, кто что тебе говорил, помни, кто что тебе обещал, и если человек так легко может поменять одно на другое, то знай, что он избирателя поменяет, на что ему предложат. А вот фигуру Ингуны Судробы, как вы оцениваете, вот во всей этой истории? Знаете, я думала, что будет больше, во-первых, вот судьба, вот такая суровая штука вообще, если смотреть на то, что происходит в жизни, она так долго готовилась, так долго-долго готовилась, и вот как неудачно вышла на публику в тот день, когда нельзя было выходить. Не своевременно совершенно. Нет, и она, и при том, не своевременно с тем, что после этой трагедии все это выступление такое, но во второй момент, как вот получилось, что в этот день идет в отставку Домбровской. И она объявляет о создании своей партии. Ну, движения, я толком не понимаю. Народного движения. Народного движения. Ну, на народное движение же нельзя избрать парламент, надо партию создавать, да, значит, на политической, да. Если она бы не вышла с этим объявлением, если она бы не сказала об этом народном движении, я думаю, что ее шансы стать премьером были бы довольно велики. Но сейчас она объявила, что она создает свою политическую силу. Кто же будет приглашать кого-то оттуда-то, при том ее это высказывание, я, мне было, если шла, сейчас подготовился и вот вышел, сказал, все, прогремела, все будет, ракета поднимется в воздух, то судра бы вышла с каким-то таким, знаете, это был такой бы, ну, если на митинге высказать, ну, хоть адрес сказала бы, куда идти народному движению, если хочешь записаться. Некоторые предполагают, что ее вообще заставили это сделать даже, судя по тому, как неудачно, насколько вот судра бы всегда очень щепетильно относилась к каким-то моментам, что она вот вышла и в такой день с таким заявлением непонятным, да, кто-то говорит, что чуть ли не заставили. Знаете, чем можно человека заставить? Единственные деньгами. Но я не думаю, что она дошла уже до такой, ну, я знаю, что она была зарегистрована как безработная, да, она получала пособие все это время, пособие кончается, ну, тогда я, если так, то я очень разочаровалась бы в судробе, если ее просто так можно заставить, а если человека просто так можно заставить, то каким он будет премьером, тогда же его все время будет кто-то заставлять что-то делать. И если ты хочешь, то надо, хоть тогда не прояви, что тебя, что ты как будто не готова это делать, то как будто надо все-таки сыграть лучше эту роль и взять на себя ответственность. Но я думаю, что тут есть другой момент. Одно дело, когда ты работаешь во главе структуры, которая создана, четко работает, закон и все, и ты великолепно руководишь и делаешь свою работу. А создать политические движения, стать во главе, это вся бюрократия, это все бумаги, это программы, это устав, это бюро, это деньги, это спонсоры нужны. Она же не миллионер, она же не может свою клубную партию создать, у нее же нет 10 миллионов, чтобы вложить в партию и так далее. Я думаю, что просто у нее нет команды, которая работает вместе с ней, и что там попали рядом с ней люди, которые пользуются именем Судрови, она популярна до сих пор, и это понятно, и за что. И что они пользуются именем, и хочет налегке что-то для себя, используя имя, для себя получить, не думая о том, как на этом фоне выглядит сама Судрова. Как вы думаете, госпожа Крейтуса, вот с этим поступком, вот с этой историей, вот начался закат, скажем, вот этой фигуры, потому что очень долгое время говорили о Судрове, как о лидере возможном и так далее. Вот сейчас вот она полностью... Я думаю, что если она сейчас в январе, если не будет создана партия, то можно сказать, что на политической сцене этого игрока больше нет, поскольку она уже не может. Ну, надо же к выборам подготовиться и так далее. Если нет команды, а сегодня не видно команды, которая работала вместе с Судровой, поскольку на этом призыве, когда она выступала, ну, хоть пять человек должно было стоять за спиной, ну, не говоря о том, что она упала в обморок, что это показывает какое-то напряжение было у человека, я не думаю, что у нее слабое здоровье, просто, как сказать, не выдержала, наверное, натиска со стороны тех, кто хотел, чтобы она выступала, с другой стороны, натиска с тех, которые требовали, чтобы она что-то показала, да, что просто она... Ну, и плюс нервная обстановка всех этих событий. И что если она не создаст, то она уйдет и останется. После 12-го Сайма, если она не выйдет, как лидер политической силы с нормальным списком кандидатов, то мы будем говорить о человеке, который честно, хорошо проработал свое время, сделал свою работу, насколько ее учли те, которые должны были следить за ее выводами, это тоже вопрос, насколько она могла повлиять на прокуратуру, на те, кто должен был бы смотреть, но останется она тогда уже, как историческая личность, которая работала, честно проработала свое время в государственном контроле. А не могли в Арте избавиться от своего конкурента вот таким образом? Знаете, избавиться можно от того, кто до этого допускает. И опять возникает вопрос, почему? Почему она это сделала и почему она тогда поддалась давлению? А вот ваш прогноз до Нового года, мы узнаем имя нового премьер-министра? Сегодняшний день покажет. Именно сегодняшний, не завтрашний? Сегодняшний. кто-то в жизни не был способен принимать решения, сказал он про Берзинша. Это уже не так. Нет, нет, нет. Я не соглашусь с господином Лапсой. Я думаю, что на сегодняшний день Берзинш показал, что он может принять решение. Знаете, мне казалось, что он даже такую хитрую игру сыграл со всеми. Тихий, спокойный, ну, что-то там не сделал правильно, на это он не реагировал так нервно и так далее. И все как-то привыкли, что он там сидит и никому не мешает. И вдруг вышел, сказал резкое слово, и все как-то засуетились. И мне было такое чувство, что даже в первый момент не поняли, что происходит. Ну, смотря на лицо Домбровского, горькая слеза мужская, чуть не прокатилась через щеку. На это все. И даже он взял, можно сказать, на испуг. И теперь уже на него смотрят так с осторожности. Бог знает, что еще может сказать. Что еще ожидать можно. Спрашивают вас, мы заканчиваем уже, приятно слушать умного человека, не имеет ли госпожа Крейту сожелание заняться практической политикой? Нет, нет, никакое желание я не имею. Хотя я никогда уже после того, что я сделала в жизни, я никогда не говорю никогда. Но на сегодняшний, на данный момент мне гораздо важнее удержать мой факультет, удержать наших студентов, поскольку очередной раз, мы уже существуем 15 лет, 15 лет подготовили и министров, между прочим, и депутатов, хотя мне говорят, не хвастайся тем, что твои студенты стали депутатом. Нет, но все-таки, что человек вышел, получил доверие народа, отчасти. Мы в 15 лет существуем, но до сих пор у нас нет бюджетных мест, и, как я знаю, наверное, и не светит. Но мы живем, и мне очень важно удержать моих коллег и всех, чтобы все-таки социальный блок не пропал. О том, мне кажется, что у нас сейчас такое отношение. В сталинское время, знаете, генетика, кибернетика и химия считались лжи науками, да, и ничего им не давали. Пришли к тому, что потом надо было сделать бум, очень много вкладывать денег, и отсталость страны была. Но у нас сейчас говорят о том, что социальные науки не нужны, но я не думаю, что мы придем к сталинскому времени, да. Но отчасти, исключая это, мы можем потерять тех людей, которые должны думать политически и думать как государственные мужья, а не как политиканы, которые сейчас иногда у нас правят государством. Спасибо вам большое. Профессорческий университет имени Страды Нилга Крейтуса была у нас сегодня утром. Спасибо вам. До свидания. До свидания. И у нас сейчас новости, потом продолжим. До свидания.